Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поэтому начинаем вот с этого. Сергей, когда-то твой коллега, самарский КВНщик Вадим Галыгин, пошутил, на мой взгляд, очень удачно. Вадим Галыгин, скажем так, это белорусский КВНщик. Белорусский КВНщик? Да, команда КВН БГУ. БГУ. Окей, вот он когда-то пошутил, сказал такую хорошую фразу, шутка оказалась такая долгоиграющая. Пройдет время, и время прошло. Вот сколько лет играешь в КВН на сегодняшний день? Ну вот как играю или... И играешь, и руководишь? Ну, в частности, вот как играю, как автор, как исполнитель, как руководитель команды, я начал заниматься в 2000 году. Вот. И вот сейчас 2021, получается, 2021 год. 21 год. Да. А сколько лет живешь на этом свете? Ну, будет 46 скоро. 46. Ну, то есть, практически половину жизни. Да. А ты себя ощущаешь ветераном? Ну, то есть, вот уже 21 год в КВН, при этом почти половина жизни. Вот есть вот это ощущение такого оксакальства? Вы знаете, я просто на самом деле не ощущаю, конечно, абсолютно. Я вечно молодой, как и КВН, как игра. Все говорят, что КВН умирает, КВН уже не тот, а ему уже 60. Какие-то те передачи, скажем, которые это говорили, их, например, уже нет определенных. Потому что на телевидении век передач скоротечен, кроме двух телевизионных программ, которые, естественно, являются отечественным продуктом. Это передача «Что, где, когда» и «Клуб веселых и находчивых». Еще есть «Спокойной ночи, малыши» на канале «Культура». Ну, я сейчас говорю про юморитические направления определенные. Поэтому я не считаю себя ветераном, потому что, ну, в частности, я сейчас являюсь организатором именно движения «Самарской КВН». Мы модерируем, мы стратегически направляем, открываем и даем возможность совместно с правительством Самарской области, администрации городского округа Самары, возможность развиваться молодежи, не только ей, непосредственно вот в форме юмора. Все это бесплатно. Вот, кстати, вот это очень важный момент. Безвозмездно, то есть даром. То есть даром, да, абсолютно. У нас не продаются билеты, да, и у нас, как я уже говорил как-то в каком-то интервью, что у нас на территории региона КВН такой возведен в разряд физкультуры. Есть профессиональный спорт, а есть физкультура. У нас КВН есть КВН, который мы видим по телевизору, например, а есть КВН физкультура, когда каждый житель нашего региона в любом уголке нашей области, у нас везде есть определенные где-то лиги, может играть в КВН. Вот, никакие билеты не продаются, это все бесплатно для зрителей, поэтому это форма социального досуга такая. Слушай, классно. При этом очень полезно, это полезно и для психики, потому что это весело, хорошее времяпрепровождение, это полезно для интеллекта, потому что, ну, ты работаешь над собой. Жизнь крепчает, поэтому без юмора никуда. Да, 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 жизнь крепчает. Поэтому я думаю, что в данной ситуации мы помогаем просто расслабиться и прийти в зал не только, например, там, подрастающему поколению, но и просто как семейная форма досуга. Классно. Слушай, а вот, кстати, тогда сразу вопрос возник. А до какого возраста у вас ограничения есть? Вот ты сказал, что любого возраста. Вот самые маленькие и самые старенькие. Смотрите, я хочу сказать, что у нас есть Лига труда, где у нас играют предприятия, там разные, там до 60 лет, там и привлекают. На самом деле, это такая коллаборация, такое модное слово сейчас, что на каждых играх команды, это же клуб веселых и находчивых. А не грустных и растерянных. Я в том плане, что если, например, команда задумала, что у них должен быть здесь какой-то народный коллектив, да, из бабушек, там, они привлекают их, и в их выступлении выступает, например, народный коллектив, который взрослый, там. Или, например, взрослым нужно, чтобы у них в выступлении был маленький ребенок, они обращаются в детскую лигу КВН, либо своих детей привлекают. Поэтому я с полной уверенностью хочу сказать, что у нас сыграет КВН и старый млад. Вообще это классно, на самом деле, это очень классно. Это как раз объединяет людей-то вот разных возрастов. Да. Причем идеально. Именно так. Вот вопрос, наверное, такой, может быть, даже профессиональный. А сколько лет вот не задавались Самарскому КВН? Вот есть какие-то такие исследования? Ну, вот смотрите, что вот КВН два дня назад, 8 ноября, исполнилось 60 лет. Вот я вам хочу сказать, что как только эта телевизионная передача появилась в эфире, так сразу же по всей территории тогда еще Советского Союза эта игра просто бешеной популярностью стала пользоваться во всех учебных учреждениях нашей необъятной страны. Вот. И можно сказать, что Самарскому КВН тоже 60 лет. Не больше, не меньше, соответственно. Не больше, не меньше. Не меньше, не меньше. Я вам хочу сказать, что я прекрасно знаю, вот, и я играл, например, там в 2000-х, 90-х, да, в КВН. Я знаю ребят, которые играли и в 90-х, и в 80-х, и в 70-х. Вот. И, например, вот 27 ноября у нас будет игра «Поколение», чуть позже расскажу подробнее. Вот. И мы пригласили туда у нас один из первых КВНщиков, это Герман Николаевич Дьяконов. Он входил в состав сборной города Куйбышева в 1967 году, где в финале они играли в прямом эфире с командой парней из Баку. Обалдеть. Где капитан был Юрий Славович Гусман. Обалдеть. Вот, к сожалению, наши парни проиграли, как бы заняли второе место, но это было действительно так. Это были все союзные КВН, они ездили в Москву, и КВН игрался в прямом эфире. Они играли против команды Гусмана. Обалдеть. И он будет 27 ноября на сцене «Звезды» именно вот как открывать это большое событие. То есть можно будет прийти, поздороваться, потрогать, поговорить, пошутить. Да, только если у вас есть QR-код. У меня есть QR-код. Я привился, я даже сделал ревакцинацию, к чему сейчас, кстати, вот вообще без всяких шуток призываю всех. Давайте про КВН лучше. Давайте про КВН, да, давайте, да, действительно. А вот, кстати, по поводу связи поколения. Мне рассказывал игрок, который когда-то играл в команде «Самарский самолет» нашего Аэрокоса, что году в 94-м к ним приходили старые КВНщики и приносили вот в буквальном смысле такой чемодан шуток. То есть там были записи, они это все просмотрели, но, к сожалению, как бы вот на тот момент, почему он говорит, ну сейчас они об этом жалеют, они посчитали, что шутки, они же тоже все-таки, ну, меняются со временем. Вот на ваш взгляд, а у нас есть шутки вечные? Ну, я думаю, что да. Это так называемые юмористические нетленки, которые, это актуальная тема, они были всегда, например, взаимоотношения родителей и детей, взаимоотношения между друзьями, на работе, дома, там, например, в аптеке. То, что это было всегда, абсолютно, это и работает всегда. Муж и жена. Муж и жена, да, дети в школе, там, в институте, где угодно, в магазине, там, на улице. Тебя остановил гаишник или что-то еще, там, я не знаю. Ну, такие, я просто, на вскидку какие-то темы, да, ЖКХ, я думаю, всегда это было, абсолютно. Вот, поэтому, на самом деле, так и есть. И даже вот в социальных сетях можно найти на канале КВН, такие прям, да, даже есть же отдел, такой КВНские нетленки. Там есть песни вечные, которые, например, пели еще команды, допустим, там, сборная Миссис, там, да, Магмы, там, Белоголовцев и Шац, они актуальны до сих пор. Или, например, там, команда Новые Армяне или Уральские Пельмени. Вот, пожалуйста, вечный двигатель, юмор, они закончили играть в КВН, но команды продолжили, и сейчас одно из самых популярных семейных уже шоу, там, на одном из телеканалов нашего телевидения. Вот, поэтому я думаю, что вечные шутки, они могут быть. Видите, а то, что вот команда «Самарский самолет», вы сказали, участник «Самарский самолет», кстати, вы сказали, бывший участник команды «Самарский самолет». Во-первых, бывших КВНщиков не бывает, потому что, например, 27-го числа команда КВН «Самарский самолет», давайте поговорим об этом мероприятии, это великолепный проект, который в том году у меня возникла еще идея, и что в юбилей КВН как раз создать такой проект «Игра поколений», где встретились бы КВНщики, которые в свое время блистали на подмостках нашего города в аббревиатуре «Клуб веселых и находчивых», или которые потом играли там на федеральных каналах, определенно добивались определенных успехов и вообще неимоверных, как команда КВН «Сок», например, став абсолютным чемпионом Международного союза КВН. И вот все эти ребята, все эти замечательные команды 27-го числа встретятся на одной сцене, это будет 15 команд разных поколений, поверьте, разных, и «Самарский самолет», и команда «Вокзал», и команда «Комбинатор» из Усть-Кенельска, и команда сборной «Самгу», там, «Технический перерыв», «Петсовет», и «Самарский городовой», в свое время я сейчас называю команды. «Самарский городовой» — это, видимо, полиция, да? Нет, это СМИУ, Самарский муниципальный институт управления. Как интересно, ассоциация-то была. А, городовой, видимо, понятно, будущие городоначальники. Вот в этом плане, как бы, да, и команды, которые сейчас, и детские команды будут принимать участие, и команды трудовой молодежи, и команды, действующие сейчас, которые играют в телевизионных лигах у нас на федеральном канале. Поэтому постарались, будет игра поколений не только на сцене, но и билеты пригласительные, бесплатные, будут розданы болельщикам этих команд, получается, и в зале тоже будут зрители поколений. Поэтому там такая двойная нагрузка юмористическая. Я думаю, что будет интересно, мы очень долго, и ребята все упорно репетируют, все хотят хорошо выступить. Я хочу сказать, что проходят редакторские праздники, сейчас редактуру проходят, они радостные, они опять, я надеюсь, вдохнулись так, как и я. Я тоже буду играть, я тоже буду играть за свою команду, за которую я играл. И капитан команды СОК Дима Колчин будет за свою команду играть там. И все актеры из команды СОК, это же сборная города, они тоже будут играть за своей командой. Поэтому есть прелесть, и многие будут показывать шутки как раз там 20-30-летней давности. И будет интересно как раз. Которые как раз и, как вы сказали, что они актуальны. Да, какие-то будут адаптированы, какие-то будут интересны. Некоторые будут целые номера из тех эпох показывать. И в то же время это здорово, когда как посмотреть иронию судьбы с легким паром в новогоднюю ночь. А это бесплатно? То есть можно будет туда прийти? Это бесплатно, это пригласительные билеты мы раздаем через команду участников, разыгрываем в соцсетях. Начало во сколько? В 19.00. 27 ноября в 19.00 КВН Поколений. Если вы сможете найти этот пригласительный билет, милости просим, приходите. Я думаю, что вы получите несказанное удовольствие, увидев таких великолепных артистов, актеров, КВНщиков разных лет на одной сцене в нашем городе, в Самаре. Это будет круто. А вы вдохнете воздух молодости. Вот я просто по глазам вижу, прям сразу 20 лет слетает. Я считаю, что я вдохну воздух просто в этом плане, потому что находясь в КВН невозможно постареть, это 100%. Я по себе это ощущаю, поэтому может быть, как называется, внешняя оболочка, как фасад дома, это может быть, конечно, как-то рушится, но внутреннее наполнение никогда не изменится. Поэтому посмотрите на Александр Васильевич. Да, духом молод человек. Поэтому это будет круто. Вот если говорить о сегодняшнем дне, прошлый год был, откровенно говоря, не очень веселый, в этом году не легче. А как вот шутить в таких условиях вообще? Вы знаете, легко. Я просто к тому, что вот, конечно, это не сравнение, да, такое определенное, как бы, когда была Великая Отечественная война, кружки самодеятельности, да, и артисты, и даже там музыканты выезжали на передовую и давали концерты для солдат изначально. Да, это тоже показатель определенный. Так почему мы должны тоже там о чем-то определенно грустить, да? Как раз нам юмор помогает в этой ситуации сплотиться, стать более собранными, да, потому что через призму юмора, например, я считаю, что можно проще подать ту или иную информацию. Вот, да, мы шутим на тему и коронавируса, там, да, QR-кодов определенные, вот, но я думаю, что это нормально. Это нормально? Тем более, это сатира какая-то, но и в этом есть доля правды. И когда ты веришь в то, что происходит на сцене, если КВНчик талантлив, и он хорошо, эта шутка хорошо упакована, хорошо сделана, она с душой, и тем более, когда она придумана сама, потому что КВНчики придумают юмор свой сами, а не тащат его из интернета. Об этом отдельно сейчас поговорим, да. То ты веришь этому человеку. И я хочу сказать, что КВН не только развлекательная история какая-то, но это еще и образовательная. Поэтому ты, если человек вышел со сцены, например, из зала, и потом на следующий день процитировал эту шутку, например, где-то на работе, допустим, в Думе, или там на заводе, или в автобусе, или в такси, или в полиции, или в врачи, или там чиновники, или в ЖКХ кто-то протестирует эту шутку, значит, она работает, значит, она дошла, значит, она дошла до адресата определенной. И поверьте, был такой момент, когда сборная Камазиакского края, например, по КВНу с Первого канала шутили, город Камазиак существует, они говорили про здравоохранение, что там проблемы со здравоохранением, что про больницу, и через несколько месяцев в этой больнице сделали ремонт. И это дорогого стоит. Это очень дорогого стоит. Может быть, это совпадение, конечно, может быть, она и планировалась, но совпало так, что как будто КВНщики подтолкнули к тому, чтобы это произошло. Поэтому я не устану повторять, что то, что мы утром видим в своей жизни, например, то, что нас окружает, то вечером мы видим на сцене КВН. Я предлагаю сделать паузу. Мы сейчас посмотрим сюжет, сюжет о том, можно ли научиться шутить, и как это сделать, и вы, насколько я знаю, этому помогаете. Вы, наверное, к нам на школу КВН заходили. Я очень хочу туда попасть, вот об этом будет сюжет. Об этом будет сюжет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КАК ПИСАТЬ ШУТКИ Мы сейчас чаще привыкли проводить школы в форме вопрос-ответ, потому что сейчас как-то молодежь не любит сидеть и слушать скучные лекции про структуру шутки, про построение номера, про какие-то вот эти занудные дела. Мы пытаемся показывать наглядно, как это происходило, рассказывать какие-то свои истории из высшей лиги, которые с нами происходили. Встречи со звездами КВН и уроки от них для самарских игроков точно будут полезны, ведь впереди у них насыщенный сезон. Лиги Самары Итальяти, детская лига, лига трудовой молодежи, фестивальные игры. Шутить самарских сцен будут люди всех возрастов. Игры в этом году посвящены сразу нескольким юбилеям. Есть несколько дат, которые олицетворяют не только мировой масштаб, как, например, первый полет человек в космос, так и в этом году исполняется 60 лет нашей любимой игре клуба «Веселых и находчивых». И плюс еще у нас 170 лет самарской губернии, как бы череда событий, и мы решили все это соединить воедино. И красной нитью будут проходить все эти даты через все сезоны движения самарских КВН на протяжении 2021 года. Школы КВН в этом году проведут не только в крупных городах, таких как Самара и Тольятти. Встретиться с КВНщиками смогут и любители игры со всей области. Там, где только начинают развивать это движение. Сергей, вопрос, который просится. Я хочу сказать, что вот этот сюжет доказывает, что КВН дает не только какие-то знания, но самое главное. Самые главные человеческие ресурсы – это много-много друзей по всему земному шару. Ребята, которые давали сегодня мастер-класс в феврале нам, это ребята из Красноярска и из 11 Новосибирска, потом переехал в Москву, женился на КВНщице тоже из Пятигорска. Поэтому это очень круто. И ты благодаря КВН знаком с огромным количеством талантливых, целеустремленных людей. Вот, кстати, к вопросу о талантах-то вопрос предвосхитили. Есть люди от природы талантливые, которые шутят легко и непринужденно. Ну, так голова устроена. А можно научиться шутить, ну, вот, человеку такому среднестатистическому? То есть это технология или это все-таки озарение, такое вот божественное провидение? Тебя Бог поцеловал, и ты начал шутиться. Давайте я скажу, первая фраза будет, как бы, медведи в цирке на мотоцикле учат ездить. Да, да, да. Есть ролик очень хороший, когда прапорщик учат солдат молодых. Вот, во-вторых, как бы, КВН раскрепощает. Я в том плане, что, там, по себе знаю, например, когда, там, боязнь сцены, аудитория и так далее. И приходят ребята, например, некоторые специально, чтобы пересилить себя, перешагнуть, например. Пусть не сразу, но он, там, привыкает к обществу, к аудитории, определенно помогает найти какой-то контакт. Это в первую очередь. Вот, а когда человек расслабляется, соответственно, он им уже может говорить на разные темы. Чувство юмора, но оно, в основном, врожденное, его можно только развить, определенно, да. Авторы, когда они много времени, например, проводят в придумывании шуток, они, во-первых, почему придумываются эти шутки? Потому что, кто их придумывает, они эрудированы, они инсультально развиты. И это происходит в момент тренировки, потому что КВНчик развивает свой мозг. Потому что для того, чтобы придумать актуальную шутку, ему приходится переворачивать очень много, перелопачивать много событий и новостей. Понимаете? Если, например, у него номер про Леонардо да Винчи, он, хочешь, не хочешь, ему прийти, залезть там, как сейчас, понятно. Понятно, если раньше по КВНчику ходили в библиотеку и читали, или там до этого литературный запас должен быть в голове, то они там залезут в Википедию, прочитают про Леонардо да Винчи, да, что он сделал, что он придумал, какие картины написал, какие изобретения сделал там. И про него и так шутка рождается, например. Либо там по поводу новости, политические новости, да, он же должен изучить этот вопрос. Конечно. Полет в космос, он про космос изучает, литература, садоводство, там, дачники, ГИБДД и так далее. Все это заставляет человека читать, поглощать информацию, перерабатывать ее, анализировать. А алгоритм придумывания шутки, он есть. Вот как раз главный вопрос, да, алгоритм придумывания шутки. Алгоритм придумывания шутки есть, да. Есть определенные, какие-то определенные схемы, закономерности и так далее. Можно быть остроумным, понимаете? Остроумным можно быть от рождения. Там, развить это качество, там, что ты остроумный. Это же от чего? Острый ум. Острый ум быстро реагирует. Человек острый на язык, да, что он может... Это не значит, что он должен пошутить. Это то, что он может быть саркастичным. Он может уколоть, он может сатиру тебе, да, как бы прям непосредственно преподнести. И очень быстро. Острый ум и острый язык, это немножко разные вещи. Вот, потому что может быть остроумным, но промолчать. Ну да. А можно быть остроумным, но тугодумным. Такое тоже бывает. И шутка из себя поздно выходит из себя. Ну, мы сейчас очень много словоборотов можем приверить. Я просто к тому, что КВН, да, существуют алгоритмы определенные. Придумывание шутки, придумывание номера. Например, придумывание выступлений. Есть определенные какие-то алгоритмы. Но КВНщики, они всегда развиваются. Они придумывают свои алгоритмы. Всегда здорово быть во главе паровоза, да. Быть в первом вагоне. Придумать какой-то ноу-хау. Например, там, как, допустим, команда КВНСОК. Вот придумали, там, вместе с авторами придумали вот такой образ. Самодур. Начальник деспот Самодур. И плюс какой-то на сцене актерский состав. Такой, скажем, кучка горстка людей, которых он там гнобит, оскорбляет. И там издевается. Карабас-барабас и кучка. Да, и после этого, возможно, это и послужило прототипом. Понимаете? Вот. И, может быть, это взято из жизни. КВН – это подмечалово. Ну, в фирмах так часто бывает. КВН – это подмечалово. Да. Над чем мы смеемся? Над узнаванием себя. Конечно. Узнаванием себя, своих каких-то там друзей, начальников, там, сожителей, там, ЖЭК, или там, кого-то, каких-то директоров, или просто прохожих, или какие-то ситуации. То, что нас окружает. Ты видишь это и говоришь, вот, вот, это же вот здесь, это же около меня, это же вот он, Ванька Петров. Как бы это никакой нечастности, просто выдуманное имя, фамилия. Вот он так поступает. Вот как бы на это и направлено, понимаете, на узнавание. А когда человек еще от этого смеется, он получает безумное количество приятных ощущений. И ради этого стоит шутить, ради этого стоит жить, и ради этого стоит играть в КВН. Вы активно работаете с молодежью. Вот как сберечь талантливых игроков? Сейчас такое время интересное, когда очень много шоу, и, соответственно, вот, чтобы их не уводили слишком рано в эти шоу, чтобы они подольше, ну, в КВН поиграли, поработали там. Вот понимаете, вот вы сейчас неправы. Неправ? Нет. Я считаю, что максимально неправы. То есть отпускать и говорить, иди... Из-за этого клуб веселых и находчивых уже существует 60 лет. Он никогда не был коммерческим. Это люди просто по интересам, им это нравилось заниматься. Когда КВН начинался, преступность на улице снижалась. Все бежали к телевизору посмотреть, тем более в прямом эфире. Вот. Но и сейчас, понимаете, как удержать? Никак. КВН — это школа. Это определенный... То есть он школу закончил, пусть уходит, ничего страшного. Это определенный этап, это определенный трамплин. Можно от него оттолкнуться, да, провести прекрасное количество, несколько лет, именно в КВНе, много друзей там. Он оттолкнулся, например, от КВНа и там стал, полетел дальше, там, как прекрасным сценаристом, возможно. Может быть, он учился на инженера, но стал прекрасным сценаристом. КВН дал ему возможность, показал, приоткрыл ему другую сторону жизни. И он оказался, да вот же я, я вот в этом талантлив. И страна потеряла не прекрасного инженера, а страна приобрела прекрасного сценариста, например, понимаете? Я ему говорю, жизнь, планета. Но чтобы он в команде подольше поиграл и, допустим, просто помог... Он будет играть столько, пока внутренние ощущения не подскажут ему, что достаточно заказчивый. Или как команда. В КВН не играет через силу. Вот в чем дело. Это как маленький ребенок, он же любит как? Ну, просто так. То есть здесь просто эмоции, на самом деле, нравятся или не нравятся? Просто, да, здорово. Кто-то пришел в КВН за новыми ощущениями, кто-то пришел в КВН за, там, я не знаю, чтобы нравиться девчонкам. Кто-то пришел в КВН для того, чтобы побороть себе чувство страха, там, аудитории. Кто-то пришел в КВН просто кайфово, когда он любит людей. Кто-то пришел, потому что он просто прикольный. Какого-то за шкирку притащил учитель и сказал, заберите его к себе в КВН. Он мне уроки срывает. А он там стал просто лидером команды, понимаете? А потом в дальнейшем он, этот КВН ему, он стал, может быть, прекрасным хирургом. Потому что в определенный момент, в напряженную ситуацию, когда ему нужно было там что-то сделать, какую-то сложную операцию, он пошутил, все расслабились в операционной. И он сделал прекрасно так, как нужно. Я считаю, что КВН – это трамплин. Кто-то от него толкается, летит дальше. Кто-то говорит ему спасибо и идет, становится прекрасным человеком и профессионалом своего дела в своей профессии. А кто-то зависает, как я, например, и летит по орбите вместе с КВНом, как бы, и дает возможность молодым ребятам ощутить себя творческим, ощутить себя талантливым. Для кого-то приоткрыть какое-то маленькое одеялко юмора, да, и, возможно, показать, что есть и другой мир. Для кого-то это возможность просто ощутить себя просто классным. Ну, это здорово. Я считаю, это классно. И я благодарен судьбе и благодарен отчасти правительству Самарской области и самарским властям, что поддерживают это. Это очень важно. Это очень здорово. Это очень круто. У нас 9 лиг, у нас больше 4 тысяч участников. От первоклассных там, да, трудящихся. У нас сейчас есть идея даже создать серебряную лигу КВН. Это что? Это, ну, которая 60+. Браво. Это же круто. Это очень круто. Почему людей списывают со счетом? Ну, конечно, конечно. Они зайдите в любой ДК, там столько круто. Бабушки могут пошутить так, что великолепно. Поэтому я думаю, что они тоже должны играть в КВН и должны шутить и над собой, и над своими проблемами. И над своими внуками. С внуками. Я не знаю, там, болячками какими-то, держать голову высоко. Петь, веселиться, танцевать, как бы, ну, в мере ограничений по здоровью. Конечно, да. Вот. И я думаю, что это будет и круто. И в зале будут сидеть их дети, их внуки. И поддерживать своих родственников с плакатами. Это классно. Я просто представляю, что это очень будет здорово. Тем более, там, немножко статистику посмотрели. Я думаю, что это будет интересно. Ну, конечно, вот, когда сейчас мы победим коронавирус, и всем можно будет выходить из дома, и все будут репетировать. Вот. Поэтому я считаю, что КВН... Я не говорю, что это панацея. Нет, нет. Можно подняться эмоционально для себя, для того, чтобы вдохновиться. Не зря же говорил академик Сахаров, что между работой нужно пойти и покопать. Просто покопать. Сменить сферу деятельности. Для кого-то покопать – это здорово в саду, а для кого-то пошутить. Я считаю, пошутить – это тоже здорово. Сергей, спасибо за классную беседу, за очень позитивную беседу. Я надеюсь, что у вас появится новая Лига КВН, когда бабушки и дедушки выйдут на сцену. Зовите, я обязательно приду посмотреть, а может быть, в будущем я вместе с ними попробую поиграть в КВН. Хотя бы до старости лет. Замечательный. Спасибо. Для телезрителей просто хотел сказать, ребят, играйте в КВН, любите КВН так, как любим его мы. С днем рождения, КВН. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Сергей Ларионов, руководитель движения «Самарский КВН», абсолютный чемпион Международного союза КВН. Голсуорси говорил, что юмор для человека тоже, что аромат для розы. Давайте хорошо пахнуть. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова